Село с действительно южным названием Черешня может похвастаться большим количеством детей, но не местами для их игр. Так было до недавнего времени. Теперь же в нижней части села появился островок детского счастья. Территория в 200 квадратных метров полностью благоустроена, огорожена. На ней уложено качественно резиновое покрытие, по которому приятно бегать и не больно падать. Установлено освещение. И главное множество качелей, горок, лестниц, песочниц и лавочек для родителей. Некуда здесь поехать далеко в город-парке. И не каждый родитель может отвезти этого ребеночка. То здесь вечером, когда жара спадает, собираемся, устраиваем конкурсы, игры. Мы еще хотим таких площадок, чтобы у нас в селе было много площадок таких. К строительству детской площадки подключились все. И родители, и председатель ТОС, и местные предприниматели, и молодогвардейцы. Инициативу активно поддержала городская благотворительная организация «Лига женщин». Совместно были найдены и место под площадку, и люди, которые могут материально оснастить эту площадку. И с учетом того, что эта площадка теперь будет под их чутким руководством работать, что дети здесь будут небесхозные, ребята будут проводить в качестве аниматоров тут всевозможные с ними мероприятия и немножко контролировать процесс. В числе почетных гостей Елена Чайковская. В целом на чемпионатах мира по фигурному катанию ее ученики завоевали 11 золотых медалей. Это второй результат среди всех тренеров в истории фигурного катания. Сочинскую площадку тренер похвалила. Не каждое село может похвастаться новыми детскими игровыми зонами. Я вообще работаю всю жизнь с детьми, и я счастлива увидеть эту площадку. Я прошла по всем тренажерам, аттракционам, посмотрела. Великолепная площадка для отдыха детей, для навыка, для становления каких-то новых, для спортивных начинаний. Это прекрасно. Такие проекты Лиги женщин очень значимы для города и его жителей. В селе Черешня проживает 2500 человек. Так что пустовать эта площадка точно не будет, тем более в летние каникулы. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ».